В период летних каникул идет подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Выполняются необходимые ремонтные работы во всех образовательных учреждениях. В связи с тем, что при строительстве часть отделочных работ производилась в зимний период времени, сейчас возникла необходимость частичного ремонта. На части крылец, а у нас их 11 штук, мы планировали сделать частичную замену облицовки, а часть крылец отремонтировать полностью. В ходе подготовительных работ оказалось, что некоторые ступени требуют полного восстановления. Но, несмотря на это, мы планируем работу завершить вовремя до конца месяца. Юлия Николаевна рассказала, что для обеспечения условий развития доступной среды планируется нанести перед входными группами тактильную разметку. Также будут произведены работы по замене узла тепловой энергии, установке расхода меры на горячую воду и регуляторов на холодную. В соответствии с новыми требованиями к обеспечению антирористической защищенности, мы оборудуем критический элемент объекта – это тепловой узел, электрощитовая система охранного телевидения, которая обеспечит передачу визуальной информации с этих объектов. Помимо этого, в Росинки проводится обновление малых форм на прогулочных участках и косметический ремонт в группах. В соответствии с санитарными требованиями, во время ремонтных работ детский сад приостанавливает свою образовательную деятельность, поэтому наши дети сейчас посещают детский сад «Семицветик». 1 сентября Росинка примет еще 42 воспитанника. В этом году открываются две новые группы для детей с одного года до двух лет и с двух до трех лет. В августе пройдет их приемка, то есть специальная приемочная комиссия с участием специалистов, в том числе Роспотребнадзора. Каждую школу, каждый детский сад проверит на соответствие определенным нормам и требованиям. Таким образом, чтобы к началу учебного года мы смогли создать и в школах, и в детских садах все необходимые условия для организации нормального учебного и воспитательного процесса. В первую очередь обращаем внимание, конечно, на вопросы безопасности. В новом учебном году Росинку будут посещать 177 ребят. Детский сад номер 8 – одно из трех учреждений, где функционируют логопедические группы для малышей с нарушением речи. В ходе выездного совещания глава города также побывал в школе номер 3, где в июле работает детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Улыбка». У нас 60 детей, это два отряда, работают 6 взрослых, 4 воспитателя, вожатый, начальник смены. Мы посещаем музей, выставочный зал, постоянно у нас проводятся спортивные состязания, потом дети занимаются творчеством прикладным. В этом году мы организовали работу двух детских оздоровительных площадок, чаще мы называем детские летние лагеря, на базе первой школы и на базе третьей школы. Первая площадка уже завершила свою работу, сегодня мы посещаем третью школу, мы смотрим, как работает эта площадка, этот лагерь. Главное, мы видим, что дети в безопасности, дети под присмотром опытных педагогов, их отдых организован, здесь хорошее качественное питание, и мы видим улыбки, мы слышим смех детей, им здесь нравится. Это самое главное, родители детей могут быть спокойными, с их ребятами все в порядке. Директор образовательного учреждения рассказал также и о работах по благоустройству территорий, которые выполняются в настоящий момент перед центральным входом в школу. Школа, в принципе, уже готова к новому учебному году. Мы никаких значимых ремонтно-строительных работ не планируем, потому что в предыдущие годы сделано было очень много. Мы капитально отремонтировали большой спортивный зал, малый спортивный зал, актовый зал, делали ремонтные работы в бассейне, периодически проводим ремонтные работы рекреацией, отремонтированы санитарные узлы. Поэтому, в принципе, нам осталось небольшие косметические, я бы сказала так, процедуры. То есть, приготовим школу, подкрасим, освежим. Летние каникулы в самом разгаре. Ребята с пользой проводят отдых. А для всех образовательных учреждений города это горячая пора. Им необходимо в срок выполнить весь запланированный объем ремонтных работ. Татьяна Смирнова, Андрей Михайлов, Михаил Поляков, ТВС Пущино.